Трамвай следует по 23-му. Большая петля 23-го трамвая по всему городу собирает пассажиров, среди которых много инвалидов по зрению, активных и деятельных. Добираться до работы раньше было проблематично. Приходилось спрашивать у прохожих номер маршрута. Теперь они могут быть самостоятельными и чувствовать себя гораздо комфортнее. Я очень благодарен, скажем так, всем, кому я обращался, именно с этой, по крайней мере, проблемой. Они с пониманием к этому относились, никогда не было никаких препонов. И спасибо вам огромное, от чистого сердца. В марте этого года Анатолий обратился к главе города Олегу Фурсову. Попросил сделать общественный транспорт доступным для слепых пассажиров. И ответ не заставил себя долго ждать. В Самаре появились трамваи со звуковым оповещением маршрута. Польза от них и незрячим, и водителям трамваев, которые частых пассажиров знают в лицо. Они всегда стоят там, где трамвай останавливается первой дверью, в любую погоду, в любую погоду. Нигде не на остановках. Их сразу же видно. И до этого приходилось нам брать микрофон в руки и объявлять, трамвай следует такому-то маршруту, так-то, так-то, так-то. А сейчас решили поставить автоинформаторы. Пока таких машин всего семь. Это пилотный проект. Но положительных отзывов уже немало. Мы уже пообещали, что в начале года постараемся еще два маршрута сделать. Но если все хорошо пойдет, и отзывы будут такие же хорошие, то мы понимаем, в каком направлении нам двигаться. У нас еще есть и троллейбусы, и автобусы. Этот выходной динамик, который сделан, так скажем, влагозащитным, для того, чтобы внешние факторы, там, дождь и снег, не попадали на эти приборы. По одной из городских программ безбарьерной среде до 2020 года в Самаре оборудуют звуковыми сигналами все светофоры. В начале следующего года еще на двух трамвайных маршрутах, пятом и первом, появятся говорящие динамики. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, Максим Гусев. События.